Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Рафинад Санд И как вы уже догадались, речь сегодня пойдет совсем не о музыке Да, говорить мы будем именно о курении А почему? А потому что прошел недавно ровно год, как я бросил эту дурацкую привычку Я думаю, у каждого человека, который когда-либо курил, либо бросил уже Есть своя такая небольшая история С чего он начал, как это произошло, нахрена, собственно Ну и, в общем-то, у меня тоже есть эта маленькая история Шел далекий 2009 год, и мы с друзьями все еще играли в группе Естественно, мы считали себя рок-звездными А рок-звездным положено, что, прежде всего, естественно, набухиваться и, естественно, накуриваться Ни о чем запрещенном, естественно, речь не идет Все-таки мы были не совсем еще дебилами Но, в конце концов, мы начали пробовать все подряд практически Из того, что продавалось тогда в магазинах Как бы это ужасно ни казалось, но в 2009 году нам уже всем исполнилось по 18 Поэтому, в общем-то, все было довольно-таки законно Именно курить я начал с кальяна И я не хочу сказать, что если ты будешь курить кальян То ты обязательно начнешь курить сигареты Потому что тебе кажется мало, тебя начнет ломать Ни в коем случае Я помню, это был день города, и мы на него не пошли Но мы забурились у одного из друзей, у которого в тот момент была, по-моему, либо купинская Ну, что вряд ли, конечно, для тех времен тем более Либо испанская, по-моему, сигара Там мы немного наотмечались, и уже дождавшись глубокого вечера Мы решили попробовать, что же это такое, собственно, сигара Поскольку, естественно, нам казалось, что если ты начинаешь курить, то ты автоматически начинаешь кашлять Мы к этому процессу подошли скептически, ну, и, возможно, с какими-то страхами Но, на удивление, все прошло без кашля И мы подумали, что уж если сигара так хорошо пошла, то можно и попробовать покурить чего-нибудь Так мы начали пробовать различные сигареты Ничего, собственно, удивительного здесь нет Когда не было сигарет, поскольку мы все-таки были студентами, и у нас не было денег Иногда доходило до того, что мы пробовали курить чай И это было самое отвратительное дерьмо, которое я когда-либо вообще пробовал курить Также по приколу мы пробовали курить баранки или сушки Ну, это, естественно, тоже черти что Затем, вдохновившись какими-то прошлыми временами, мы решили попробовать А каково это курить папиросы? И это просто дичайшее дерьмо Я не знаю, мне кажется, они стоят наравне с чаем Чай даже, мне кажется, поблагороднее как-то будет Все такие папиросы, я не представляю, что это, как это? Тогда же я впервые узнал, что такое водка Нажирался, как скотина Меня несли домой, и это был единственный и последний раз, когда такое происходило со мной Вроде как и смешно это вспомнить Но я тогда жил еще с родителями И вы можете представить, что ожидало меня дома С учетом того, что мама мне довольно-таки строго Прошел где-то год или два И мы уже начали понимать, что курение Это, в общем-то, была не такая уж и хорошая затея И хотелось бы как-нибудь, наверное, от нее избавиться Но это было не настолько серьезно Просто мы говорили друг другу, что да, курить это хреново Короче, мы портим свой организм, давай бросать Вот, и каждый, наверное, по очереди попытался это сделать Все это продлилось у каждого, наверное, где-то от меня до трех Я еще помню тогда свой широкий жест Когда я купил пачку Бонда, которая тогда стоила 18 рублей И выкурив там пару сигарет, я отдал ее другу и сказал, что нет, чувак, я все Я выше этого дерьма, я больше не курю, я не в теме Прошло где-то два часа, я уже, естественно, стоял дымил Таким образом прошла первая попытка вот этого бросания Но она была совсем неосознанной Мы скорее хотели показать друг другу, что мы бросаем, мы круче А не то, что мы действительно как-то о себе хотим позаботиться И последующие несколько лет я курил, не задумываясь о том, что мне как-то этого не хочется Что я сам себя заставляю засовывать сигареты в рот Нет, абсолютно нет Для этого понадобилось, наверное, еще несколько лет Когда я познакомился со своей будущей женой И она никак не повлияла, я хочу сказать сразу, на то, чтобы я курил или не курил Поскольку она к этому относится и относилась довольно-таки нейтрально Потому что у нас есть общее мнение о том, что если человек курит Это не значит, что он какой-то хреновый И это не значит, что он хороший, он не лучше всех и не хуже всех Это просто человек, который курит, черт возьми Я думаю, также местные вещи такие, когда к человеку лезут Начинают ему садиться на уши и говорят, что курение это плохо Курение это плохо, бросай, ты гробишь себя, ты гробишь себя Я думаю, человек, который курит, он это прекрасно понимает Если ему захочется, то он, наверное, все-таки бросит Ну или, по крайней мере, будет создавать какие-то движения по исправлению этой ситуации Вот так же, собственно, и произошло со мной Я понял то, что подниматься на второй этаж мне стало уже немножко тяжелее, чем раньше Я понял то, что я перестаю чувствовать некоторые запахи И по вкусу, в общем-то, тоже не вся еда Настолько разной кажется Нет, все не было, конечно, настолько критически хреново Просто это доставляло мне уже какие-то неудобства Ну и кроме того, как и, наверное, все курильщики Я начал подсчитывать, сколько я трачу на сигареты И сколько бы я мог сэкономить Естественно, сэкономленных денег впоследствии мы уже не увидели Они просто слились с общей массой Но все-таки, я думаю, если бы я сейчас тратился на сигареты Это было бы не очень хорошо для нашего семейного бюджета И тогда я принял решение, что вот эта вот пачка, которая у меня сейчас есть Она будет последней Я в тот момент работал в одной из организаций И рассказал всем своим, кстати, поголовно курящим коллегам О том, что я бросаю нахер И больше курить я с вами не пойду И они отнеслись к этому вполне себе с пониманием Некоторые из них тоже пытались когда-то бросать курить Но у них почему-то не получилось И, наверное, то, что я всем это рассказал Послужило какой-то дополнительной мотивацией, что ли Я же не мог как-то опуститься в глазах окружающих Не сдержать свое слово и сразу начать снова курить Как-то так Хотя я, в общем-то, из тех людей, которые на чужое мнение Не то чтобы плевали, но не так не застряли свое собственное внимание И вот я выкурил последнюю сигарету, выбросил пачку И с тех пор я вообще никогда не трогал сигареты больше И я забыл, что это такое, слава богу Впоследствии и перед этим я не читал никаких книг по просанию курить Алана Карра или тому подобное Я не покупал никакие пластыри И я не заменял никакими вейпами И, в общем-то, ни на что больше не переходил И просто бросил курить, потому что я знал, что мне это нужно Потому что я больше не хочу Я, в общем-то, не знаю, нужна ли для этого какая-то охранительная сила воли Или что-то в этом роде Если человеку хочется, мне кажется Или мне хочется То он бросит И не будет каким-то сильным испытанием То, что ему будет первое время, естественно, адско хотеть скурить Или то, что у него в голове будут только мысли об этом одном Нет, наверное, первые два дня, которые я провел без сигарет Были самыми тяжелыми Потом все пошло как по маслу, в общем-то И как будто я никогда и не курил И как раз-таки спустя год Теперь я уже могу сказать, какие изменения последовали после этого Кстати, не так давно где-то читал, что последствия курения Они выводятся из организма через год ровно Я не знаю, верить этому или нет Но если уж так, то я не просил Сам я, во-первых, могу сказать то, что Я начал чувствовать запахи И это, в общем-то, и хорошо А, в общем-то, иногда и плохо Потому что некоторые соседи иногда готовят рыбу И это чувствуется через стены Раньше я ничего не чувствовал А теперь я замечаю все это И мне становится не очень хорошо С другой стороны Когда я выхожу на балкон и вдыхаю воздух Я чувствую, что наконец-то осень отличается от лета Лето от зимы и так далее Я не знаю, есть ли у кого-то такие вот еще ощущения Когда ты чувствуешь запах лета И тебе становится круто от этого Вот когда я курил, я это не ощущал А теперь я снова могу, как в детстве, этим наслаждаться Во-вторых, ко мне вернулся вкус в полной его мере И даже больше, мне кажется, чем это полагается Я дико начал ощущать кислый вкус Это просто невозможно Я практически не могу жрать лимоны Потому что у меня лицо становится похоже на куриную задницу Я не знаю, может быть, просто лимоны стали кислее на самом деле Или я уже свихнулся, черт возьму Но это, с одной стороны, прикольно А с другой стороны, нет В-третьих, естественно, у меня пропала одышка И я поднимаюсь на первый, второй, пятый этаж уже Ну и вот без таких вот звуков Ну и, соответственно, с этим ушел всяческий кашель И зорота больше не воняет От меня вообще больше не воняет И это мне стало самому не очень-то приятно Когда я встречаю людей курящих Естественно, остро ощущаю вот этот вот запах Который мне не то, чтобы не нравится Но как-то не очень приятен Ну и четвертое, как я говорил Мы перестали тратить деньги на сигареты Насколько я помню В неделю уходило приблизительно 750 рублей Курил я не самые дорогие сигареты Но они уже на тот момент начали дорожать И дорожают сейчас, по-моему Не знаю, сколько они стоят на данный момент Но, мне кажется, я бы оставлял денег еще больше Хотя, если ты сейчас в магазин заходишь Оставляешь там тысячу А выходишь с водой и сухарями Это, блядь, это, конечно, тоже не очень прикольно Может быть, пора бросать пить воду и есть все Ну, вот так как-то получается Бросать, вы видите, это однозначно хорошо Я не хочу сказать, что вейп или кальян Это прям сразу фу-фу-фу Но это лучше, это гораздо лучше, чем сигареты Лучше уж курить их, чем сигареты Это точно Но вообще лучше всего не курить ничего Потому что все равно, насколько бы это модно Или красиво не выглядело В конце концов, ни к чему хорошему Оно не приведет Да, я знаю, что по ту сторону монитора Вот сейчас множество человек сказало Ой, ну да Это действительно правда Медики говорят о том, что это хреново Но оно и действительно хреново Если ты дышишь какой-то гипячий хивень И да, я знаю, что если ты выйдешь на дорогу И подышишь газами от автомобиля То тебе станет ненасколько не лучше Ну, блядь, ну зачем, сука, блядь-то Ну, однако, если ты хочешь курить Курит и ничего, в общем, такого здесь нет Только ты подохнешь Шучу, мы все подохнем В общем, спасибо, что смотрели это видео У вас есть, я думаю, своя история Как вы избавились или оставили вредную привычку Можете оставить ее также здесь в комментариях А на этом я заканчиваю Подписывайтесь на канал И вот это вот вся херня Короче, всем пока!